Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ты столько путешествуешь, сколько не путешествовала раньше в своей жизни, правильно? Да, правильно, и очень этому рада. И вот сегодня мы поговорим как раз о твоей поездке в Бразилию. Да, спасибо. Почему именно ты выбрала эту страну? Кому ты едешь там, кого ты везёшь, что там происходит во время этой поездки? Это же не простая туристическая поездка. Да, 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 Наташа, добрый день, доброе утро, доброе время суток всем нашим радиослушателям. На самом деле, действительно, эта поездка не простая, это не просто туристические поездки. Это место, которое как бы захватило моё сердце, я бы сказала. И это случилось в первый раз, когда мы поехали туда просто вдвоём, наверное, в 2011 году или, может, даже в 2010. И потом посетили ещё раз. И так как я просто не могу ни туда не ехать, я попросила разрешения стать гидом, и теперь делаю это регулярно, вожу людей два раза в год. Вот ты сказала, что нам понравилось, ты вдвоём, ты с мужем ехала. А вы поехали туда просто попутешествовать, или вы поехали, потому что вам нужно было, вы слышали об этом месте, какие-то проблемы были, от которых нужно было избавиться? На самом деле, действительно, услышали об этом уже второй раз. Первый раз, как говорится, не кликнуло. Ничего не произошло, ничего не отозвалось. А вот когда нам рассказали во второй раз, то у нас заняло это две недели для того, чтобы сделать визу, купить билеты и просто поехать. Вот говорят, там говорят, что когда такое случается, нас позвали. Позвали, ну, то есть позвали те вещи, которые там происходят. А говоря языком простым, наверное, там присутствуют, мы их называем духами, или по-английски они называются healing entities, то есть те духи, которые нам помогают или излечиться, или продвинуться в нашем духовном развитии. Интересно, а как вы это почувствовали? Это очень трудно сказать. Дело совершенно... Место совершенно необычное. Необычно оно потому, что там огромная залежа кристаллов. А там, где находятся в земле залежи кристаллов, там, значит, происходят, то есть там называемые высокие вибрации. То есть людям там хорошо, независимо от того, просто потому что они туда приехали. Это место какое-то совершенно магическое. Именно поэтому вот Джанов Гатт туда приехал, открыл там так называемый духовный госпиталь. То есть его учителя, его направили именно в этом месте и сказали открыть там духовный госпиталь. И случилось это больше, чем 30 лет назад. 30 лет уже существует этот большой, этот госпиталь? Ну, как сказать, место самое небольшое. На самом деле это маленькая деревушка, на которой одна основная улица, и еще, может быть, несколько параллельных, на которой находятся гостиницы, пару кафешек. В гостиницах уже есть большинство гостиниц, то есть их там называют посада. Есть еда, которая, опять же, очень вкусная, совершенно натуральная, без всяких добавок, химикатов и так далее, потому что все это приводится с маркета, это все органическое. Первое, о чем люди жалеют, когда уезжают люди, которых привожу, что им будет не хватать именно вот этой вот натуральной еды, очень вкусной, три раза в день. А еда в зависимости от того, какие у тебя проблемы? Люди же туда, я так понимаю, попадают с разными проблемами, возможно, с проблемами желудка тоже? Нет, на самом деле еда как бы вся одинаковая, но человек сам выбирает, что ему можно. Там очень много овощей тушеных, свежих. Есть, конечно, исключения, то есть нам, когда мы туда приезжаем, начинаем пить так называемую пассифлору, это дрова, которая прописывается там чисто энергетически. Вообще, на самом деле, все, что там происходит, происходит на уровне энергии. Ну хорошо, давай вернемся вот к началу. Когда ты поехала туда уже второй раз и поняла, что это удивительное место, ты почувствовала это на себе? Вот ты приехала с какими-то проблемами, да? Ну, у меня на самом деле были небольшие проблемы со здоровьем. У меня была проблема со щитовидкой. Но я тут какие-то принимала меры. Я никогда не пила лекарств, никогда не пила гормонов. То есть это как раз вообще весь процесс новый в моей жизни начался, наверное, именно из-за этого, потому что мне не хотелось принимать гормонов, а я поняла, что я могу это сделать другими путями. То есть началось изучение, что такое вообще духовность, что такое жизнь, какая-то другая жизнь, которую мы до сих пор не знали. То есть это медитация, это йога, это новое питание по-другому и по-новому. Я стала health coach, закончила институтов Integrative Nutrition в Нью-Йорке. И, ну, то есть открылись какие-то новые пути, новые возможности, те, о которых раньше я даже не подозревала. И щитовидка восстановилась от проблемы со щитовидкой? Да, да. Ну, это постепенный процесс, и это изменения какие-то в жизни, которые я с собой производила с разных сторон. Включая, конечно, поездки в Бразилию. А скажи мне, меня, собственно, это тоже интересует, потому что у меня тоже проблемы со щитовидкой, но я, к сожалению, на лекарственных препаратах, которые поддерживают нормальный уровень. А как у тебя это долгий процесс? И как твой, например, доктор к этому отнесся, что у тебя есть какие-то изменения и без лекарств? Ну, на самом деле, я меняла докторов, и я, в общем-то, не ходила постоянно к одному доктору, но видны были результаты на тестах, на анализах, восстановились вот те показатели, которые были не самые хорошие, вот тот момент, когда меня диагностировали. Ну, я просто хожу к доктору раз в год для того, чтобы сделать физикл и посмотреть на эти самые тесты. Ну, конкретно нельзя сказать, что тебе помог именно там Чановгат или это место, куда ты... Нет, конечно, нет, конечно, нет. То, что там происходит, часто нам помогает понять вообще, что с нами происходит и что нужно делать. Ну, если говорить о проблемах со здоровьем, почему люди туда едут, то вот конкретные случаи, которые были с людьми, которых я возила, что происходит. Значит, ну, был у меня, допустим, такая женщина, у которой была серьёзная проблема, у неё был кинсер, рак горла. И до того, как она поехала, она отрицала вообще любые медикаментозные или любые советы врачей, я бы так сказала. Хотя врачи советовали уже делать там и химию, и, может быть, даже операцию. Но она пыталась справиться со всем этим, со своими какими-то способами. После приезда из Бразилии, она поняла, что она должна пойти к доктору и сделать то, что он сказал. То есть не альтернативная медицина здесь не помогла? Да, дело в том, что там говорят так, там советуют и говорят так. Ни в коем случае мы не можем отрицать советы врачей. И это должно быть параллельно. Альтернативное какое-то лечение. То есть то, что там происходит, скорее всего, происходит где-то на уровне сознания. Потому что мы понимаем какие-то вещи, начинаем понимать. Опять же, говорят, открываем своё сердце. Что значит открываем своё сердце? Открываем своё сердце, допускаем какие-то другие вещи туда. Допускаем Бога в сердце. И начинаем верить в какие-то вещи энергетические, которые нам помогают больше, чем, допустим, раньше мы об этом не понимали, не знали, не чувствовали, не верили в это. То есть мы начинаем во что-то верить, более глубокое. Но я, насколько я знаю, люди, которые прошли через какую-то онкологию, они и здесь могут найти человека, который поможет им начать медитировать, поможет пустить того же Бога в сердце, начать верить во что-то и так далее. Для чего тогда им ехать так далеко, за 3-9 земель? Ну, на самом деле, именно потому что, потому что место совершенно удивительно найти. Тут можно, конечно, и совершенно не обязательно ехать всем. Опять же, происходит почему-то так, что люди, которым туда нужно приехать, они этого хотят, они сразу это чувствуют. Вот ко мне обращались люди, которые говорили, вот я не знаю почему, но меня туда тянет. То есть каким-то, каком-то образом... А ты это тоже чувствуешь? Да, я это чувствую, потому что я хочу туда возвращаться постоянно. Дело в том, что... Трудно сказать почему, но там с нами работают. Они говорят им так, что 50% это наша работа, 50% они нам помогают. То есть каким образом помогают? Помогают разобраться, опять же, в себе. Для того, чтобы излечиться... Болезнь даётся нам не просто так. И для того, чтобы излечиться от любой болезни, надо, как уже сказала, надо что-то поменять или что-то понять. Понять, что надо в жизни изменить, и, может быть, изменить в образе мышления, может быть, изменить в своём сознании, может быть, совершать какие-то поступки, начать, которые мы раньше не совершали. И, опять же, поведение, отношение к родственникам, отношение к каким-то близким, отношение к себе, в первую очередь. Что-то с нами происходило не так, и нам дали эту болезнь для того, чтобы мы поняли и разобрались. И там это происходит быстрее почему-то по каким-то причинам. Ну, давай тогда поговорим, что же всё-таки там происходит. Ну, во-первых, как часто ты туда едешь, и как долго ты там проводишь время с группой? Еду два раза в год, и, значит, на две недели. Это как бы курс, да? Почему желательно быть две недели? Потому что вот этот самый духовный госпиталь открыт, он открыт всё время, но Джанавгат находится там три дня в неделю, среда, четверг и пятница. То есть желательно, чтобы мы захватили именно две недели, можно и больше на самом деле. Можно приехать и на неделю, но можно приехать и на больше. Часто людям там говорят, тебе нужно прожить здесь месяц или два для того, чтобы излечиться. Почему? А почему опять же туда? Потому что когда мы отвлекаемся или уезжаем от нашего равномерного или неравномерного, или образа жизни, который мы живём здесь, то есть лечение происходит быстрее. Опять же, у нас тут стрессы, у нас тут, не знаю, наше окружение, которое, может быть, нам часто мешает. Может быть, надо уединиться, вот чуть-чуть уехать. Именно поэтому лучше всего уехать туда. Ну, это одна из причин, почему всё-таки лучше куда-то уехать. А тогда такой вопрос, туда могут поехать люди здоровые, у которых нет каких-то серьёзных проблем, а просто которые хотят вот увидеть это уникальное место, как ты говоришь, может быть, там воздух уникальный, может быть, эти кристаллы помогают человеку переосмыслить свою жизнь и сделать что-то для себя хорошее. А все, кто едет, все встречаются вот с Джанавгат? Это да, это, конечно. Все, кто едут, все встречаются, потому что, ну, я хочу сказать, что там очень много правил, там очень много правил, которые опять же спускаются к нам, что-то так, как говорится, сверху от тех самых духов, от тех самых entities, потому что они как бы видят нас сверху и понимают, что нам лучше. Именно поэтому рекомендуется ехать первый раз с гидом, для того, чтобы не нужно было думать и заботиться ни о чём-то. В том же время я направляю, объясняю, рассказываю про все правила, персонально провожу время с каждым, для того, чтобы разобраться, что нужно в каждую конкретную минуту и как лучше поработать с собой, для того, чтобы результаты были наилучшие. А вот, опять же, две недели, я уже сказала, потому что вот всегда четверг-пятница. Там в эти дни нас кормят очень вкусным супом, который, опять же, готовится там, овощной суп, он называется Бласт Суп, и это тоже часть лечения, на самом деле. Серьёзно? Да. Интересно. А что за суп? Какие там овощи? Овощи самые разные, причём мы даже, вот если суп даётся первый день в среду, то во вторник утром мы, все, кто хочет, может идти помочь нарезать эти самые овощи, потому что их очень там много, самые разнообразные. Есть какие-то местные, которые мы не знаем. Я, во всяком случае, до того, как попала туда, не знала. Опять же, самые простые морковка, зукини, картошка, в общем, самые-самые разнообразные, их там очень много. Диетический суп? Он вегетарианский, да. Вегетарианский. Суп вегетарианский, но дело в том, что он готовится с любовью, и он как бы бласт, именно поэтому он является, мы знаем, что когда мы еду преподносим, или часто люди молятся перед едой, эта еда тогда становится более исцеляющей, она более здоровая, и в ней появляются какие-то силы, которые нам дают вот этот самый процесс. А что происходит на встречах с Джан Авгад? Он просто выступает как лекарь? То есть человек приходит, и он выслушивает человека, смотрит, да? Как это всё? На самом деле, нет, на самом деле немножко не так. Так как Джан Авгад является медиумом, он является то, что мы называем, да, full transmedium это называется, то есть он отдаёт своё физическое тело вот тем самым духом, и они работают через него. На самом деле, это люди назвали его Джан Авгад, он говорит, что он просто как бы среднее лицо, middleman между Богом и нами, который просто очень хочет помочь, у него вот такие вот, у него есть способности. В зависимости от того, кто через него работает, мы даже видим изменения у него в настроении, у него даже меняется цвет глаз, но, в общем, так когда он находится там, и он сидит в большом кресле, просто-напросто, и люди идут, выстраивается очередь, да. Как к Богу? Ну, что-то... Чувствуется что-то такое божественное, когда... Чувствуется там, просто чувствуется в этих энергиях, которые находятся там, люди приходят, и очень много эмоций, очень много... Люди плачут, почему-то наворачиваются слезы на глаза, может быть, потому что много больных, и они надеются на выздоровление, да, может быть, поэтому... Ну, там очень много эмоций, но на самом деле, вот если мы приходим... Я сужу по себе, если я прихожу в госпиталь, допустим, обычный госпиталь, здесь идут много больных, это совершенно разные ощущения, и мы находимся там, где тоже очень много больных, там сердце наполняется любовью, и вот эти вот энергии, и ты не чувствуешь, что ты находишься среди больных людей, я просто чувствую, что тебя окружает, вот просто... просто окружает постоянная любовь. А в этом госпитале лечат? Какие-то процедуры там проходят больные? На самом деле, всё, что происходит, опять же, происходит на энергетическом уровне, то есть там есть так называемые операции, бескровные, бескровные, операции двух видов, это могут быть физические операции, где тебя действительно могут сделать надрез, это часто, вот есть Discovery Channel, показывали фильм, и Опра делала, приезжала туда, делала фильм, снимала, но такие операции, когда разрезают, Джану Гатт уже находясь не в своём теле, разрезает, и потом это всё зашивают совершенно простыми нитками, но никто не чувствует боли, и никто не чувствует, значит... Без наркоза? Без наркоза, то есть человек, видимо, входит, читаются молитвы, и человек находится под каким-то, видимо, таким духовным гипнозом, вот, и ему разрезают, вытаскивают, как бы опять же, чисто энергетически, то ли там опухоль, то ли что-то, и его зашивают, и он находится там полдня, пока не закончится, вот, допустим, утренняя сессия, он лежит, человек отдыхает. Вот, другие операции, которые делаются, это, они называются Spiritual Intervention, то есть это духовная операция, которая проводится сразу над группой людей, и проводят ее те самые вот Healing Entities, которые нас очень хорошо видят, и они знают, что нам нужно. Мы находимся в медитации, как будто бы в медитации от 5 до 20 минут, а потом нужно 24 часа находиться в постели, желательно спать, то есть как будто мы прошли настоящую операцию под наркозом. Спать, я приношу еду, или гиды приносят, любые гиды приносят еду, и кушать тоже желательно в одиночестве, чтобы тебя не окружали никакие другие люди. Делается это потому, что после этих операций мы энергетически очень открыты, и поэтому мы должны находиться в полном одиночестве, в своей комнате и желательно спать. Интересно. А что человек чувствует вот после этого? Ты прошла через это? Конечно, и не один раз, но дело в том, что это очень, очень, каждый чувствует по-своему. кто-то чувствует энергии, кто-то не чувствует энергии, но на самом деле у каждого свои ощущения. Но на самом деле эти операции назначают опять же Джанет Гат, когда мы проходим через него, и он, как говорится, эти самые эндити, они нас сканируют, и они четко знают, что нам нужно. Нам просто нужно сконцентрироваться на том, что мы хотим. И, как говорится, чудеса совершаются, и это именно те случаи, когда мы верим в чудо, и чудеса происходят. А я еще хотела спросить, а другие врачи, медсестры, какой-то медицинский персонал в этом госпитале работает? Есть люди или нет? Там есть волонтеры, которые помогают. На самом деле, если необходима медицинская помощь, там есть госпиталь, но это случается очень редко, бывают случаи, когда нужно обратиться к врачу, и действительно, Джан Авгаз сам говорит, что нужно обратиться к врачу, но с моими людьми таких случаев еще не было. А люди, которые излечились, например, с те же, с те же онкологическими заболеваниями, с те же, короче, с онкологией, люди с онкологией, излечивались там? Излечивались, да, 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 конечно. когда приезжали, есть какие-то такие случаи, в которых человек приезжает, допустим, на третьей, четвертой стадии и возвращается обратно, да, идет к врачу, и все меняется. Просто человек становится, ну, здоровым человеком, нет уже этих опухолей, нет ничего, делают же эти бескромные операции, как-то они это вытаскивают? Да, конечно, есть такие случаи, были и есть, и, как я уже сказала, бывает так, что там происходит какой-то процесс к необходимому человеку, но дальше ему рекомендуется идти к врачу и делать операцию. И, я иногда говорю так, не волнуйся, едь домой, делай операцию, делай все, что говорят врачи, а я буду, а я буду помогать, и все у тебя будет хорошо, и так и происходит. А как он будет помогать? Он может запомнить, такое количество людей, которые посещают его? Ну, опять же, да, в это очень трудно поверить, это очень трудно представить, но даже когда мы приезжаем домой, мы можем чувствовать их присутствие. Опять же, мы привозим с собой вот эти капсулы, пассифлору, которые чисто энергетические, когда мы их глотаем, нас видно. да. Интересно, а если бы, мы еще поговорим о том, как тебе пришла в голову идея стать гидом, но если бы ты не была гидом, например, ты бы все равно ездила туда? Дело в том, что, что происходит, я покупаю себе билет, в любом случае, есть ли люди, которые ко мне присоединяются, или нет, и я покупаю себе билет для того, чтобы ехать. А если присоединяются люди, то это просто здорово, замечательно, я с удовольствием помогаю тем, кто со мной едет. А почему вот тебя туда так тянет? Ну, хорошо, ну, отдых, ну, вкусная еда, как ты сказала, ну, а атмосфера и так далее. Ты все-таки едешь надеясь на что-то, или просто едешь провести там время, если бы тебе не надо было, например, вести группу людей и помогать больным? Ну, во-первых, мы, как бы, какими бы здоровыми мы не были, всегда нужно себя поддерживать и делать что-то для того, чтобы, потому что проблем вокруг много, людей вокруг много, мы находимся, как бы мы не умели вести себя или понимать, мы находимся в стрессовых ситуациях очень часто. Стрессы никуда не отденешься, они присутствуют в нашей жизни, наше окружение, наш environment, наша пища опять же здесь. поэтому я бы сказала, наверное, может быть, даже я иду для профилактики, для того, чтобы, да, для того, чтобы себя поддержать, вот, там есть необычный. Рита, глядя на тебя и зная тебя, мне кажется, что ты не бываешь в стрессовом состоянии. Ещё как. Ты очень такой спокойный человек, да, и мне кажется, что ты не можешь так сильно, ну, я не знаю, завестись, будем говорить так, простите за такое слово, и с кем-то поругаться, на кого-то обидеться, переживать сильно за это. Бывают у тебя такие? Конечно, конечно, я совершенно такой же нормальный человек, как и все, поэтому просто кто-то, мы реагируем все по-разному, кто-то кричит и выдаёт вот это всё наружу, сразу, допустим. А ты всё держишь в себе? Нет, ну, конечно, держать в себе нехорошо, держать в себе нехорошо, но я пытаюсь просто сразу, как бы, посмотреть вовнутрь и обратить внимание, что вот вызвало во мне, да, всякое бывает, и вызывают какие-то эмоции, бывают, и слёзы бывают, и зависть тоже бывает, никуда ты этого не денешься, мы несовершенны, если бы мы были совершенны, мы бы, наверное, уже были не на земле. Да, так что, просто, да. А это помогает, там тебе помогает успокоиться, расслабиться, думать о хорошем, и ты приезжаешь, я так понимаю, оттуда со всем другим человеком, с зарядом всей этой положительной эмоций и энергии на целый год, полгода. Да, 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 этого хватает, хочется возвращаться, хочется там, иногда хочется пожить подольше, но труба зовёт, что называется. А чувства какие-то, вот человек едет, больной туда испытывает, вот он какие-то чувства, когда встречается с Джануфгат, ты говоришь, он сидит в большом кресле, и так далее. Да. То, что ты первый раз ощутила, когда ты его увидела, и говорил ли он с тобой лично? Ну, на самом деле, он говорит только по-португальски, поэтому, когда мы идём туда, мы общаемся через переводчика, мы пишем записки, но, опять же, это очень много правил, которые мы сейчас не будем, конечно, обсуждать, но я почувствовала, не знаю, какое-то ощущение в сердце, ощущение в душе, что тебя окружает вот эта вот так называемая любовь, любовь ангелов, любовь Бога, любовь ангелов, вот какая-то высшая сила какие-то. То есть они вселяют в тебя надежду на то, что ты излечишься, на то, что всё будет хорошо, и так далее, да? Да, появляются надежды. И я ещё заметила, что люди удивительно трансформируются, вот это просто, это просто чудо наблюдать это, потому что, когда я привожу людей и в первый день или во второй день завожу в комнаты, комнаты там небольшие, там есть и условия, всё необходимое, что нужно, но комнаты довольно небольшие, они аккуратные. Очень часто я слышу, ой, такая маленькая комната, как же я тут буду жить? Это невозможно, я к этому не привыкла, особенно люди моложе, у меня была такая девочка молодая, но она совершенно… И буквально на второй, на третий день люди меняются, им совершенно становится всё равно, какая комната, что там есть. Дело в том, что есть всё необходимое, поэтому нам не приходится страдать от того, что она там маленькая или что-то ещё. И начинают друг другу помогать, это просто удивительная вещь. Люди, люди, которые приезжают туда, они приезжают не случайно. Появляются новые знакомые, появляются какие-то интересные встречи, и все друг к другу проникают каким-то особым чувством. А чем люди занимаются вечером, например, когда уже и не процедур нет, когда ты ни с кем не встречаешься, там есть чем заняться? Ну, кроме того, чтобы пойти в кафе. Там есть одна кафешка, где люди общаются, встречаются, можно попить кофе, можно попить. Там есть, опять же, вот эти асаи, ягода бразильская, которые очень там делают из неё очень вкусные смузи. Вот, провести время там, просто погулять. Вечером проходит служба, на которую можно сходить, а можно не сходить. Мы, опять же, вечером, я обещано собираю группу, и мы делимся опытом, что с нами произошло за день, и что удивительного, и что нового, или какие-то вопросы возникают. Вот, ну, и вовремя лечь спать, потому что проснуться желательно утром пораньше. Опять же, мы ходим встречать рассвет, там совершенно удивительная природа. Посмотреть закат, посмотреть рассвет. Водопад, совершенно тоже удивительный, к которому мы ходим обычно в выходные дни. Ну, в общем-то, есть, есть где провести свободное время, и скучно не бывает. Ну, телевизора нету, таких мерзких радостей, как мы здесь имеем, там всё это исключено. Живёшь совершенно другую жизнь. Да, жизнь немножко другая, и она, и это хорошо, и это хорошо, провести две недели на природе, причём мы там всё время находимся на улице, едим мы тоже на улице, в садике, медитационная терраса, где вот, на территории самой кассы, касса — это дом по-бразильски, там удивительный садик, и почитать какую-то интересную книжку, пообщаться с интересными людьми, это тушь и тушь. Самый скуд, как здесь говорят. Да, да. Могу задать вопрос, насколько это материально доступно? Ну, конечно, это стоит 1800 долларов, и плюс билет на две недели поездка, который включает в себя питание, проживание, транспортировку. Да, трёхразовое питание, транспортировку из аэропорта и обратно, то есть всё запланировано, всё устроено, полная гайденс. Ну, есть какие-то расходы там, которые люди хотят купить кристаллы или там выпить кофе, опять же, это расходы, которые дополнительные. Но обычно... Ну, примерно это получается где-то около 2500 на человека, правильно? Я почти... Билетами, если... Да. Причём, учитывая, что сейчас билеты очень... Цены на билеты очень хорошие, они удивительно хорошие, где-то 650-700 долларов можно купить билет до Бразилии. Мы летим обычно через Майами или через Атланту. Но сейчас больше Американ Лайн летит через Майами. У Дельты почему-то две пересадки. Вот. Поэтому вот таким образом. Интересно, что сделать, вот если кто-то сейчас услышит, слушает нас и появилось желание поехать с тобой, что для этого нужно? Куда нужно звонить? Ну, следующая поездка 2 мая, 2 по 14 мая. Позвонить, конечно, мне по телефону 847-345-0988. Ещё раз. 847-345-0988. Рит, ещё такой вопрос насчёт, я хотела узнать насчёт погоды, насчёт климата. Погода, обычно я еду в то время, когда погода хорошая. То есть там два периода, вернее, так как это Южная Америка, то там, когда у нас зима, там лето и наоборот. Вот в мае погода совершенно удивительная, дождей практически нету, и я бы сказала так, днём где-то градусов 80-85 вот по Фаренгейту, а днём, а ночью 65-70, то есть это должно быть очень хороший период. А второй раз как? А в ноябре обычно больше дождей, но это тоже не так плохо, потому что если проходят дожди, там не так жарко, и дожди чистят, дожди моют, так что тоже хорошо. Отлично. Ну что ж, замечательно, Рита, очень интересно, я даже тебе в какой-то степени позавидовала, что ты так влюбилась в это место, и ты получаешь удовольствие, но самое главное, что ты делаешь что-то хорошее, что-то доброе. Вот как у тебя появилось, вот первый раз, когда ты туда отправилась, у тебя появилось желание, это же всё-таки труд большой повезти туда, но ты сама ишь, но всё равно ты везёшь группу, ты везёшь людей, людей нездоровых, у которых какие-то свои проблемы, они же все пьют, пьют, как бы, не хочу сказать, что пьют кровь, но какую-то энергию тебя забирают, правильно? Да, бывает, всякое, конечно, бывает, но люди все хорошие, и если мы видим в них, на самом деле, я учусь, каждый раз я учусь, и каждый раз открываю для себя что-то новое, когда везу людей, потому что в каждом человеке, которым я везу, я нахожу что-то, свои какие-то проблемы, которые я могу, что-то, что значит, что я могу в себе что-то изменить, как в зеркале, что я могу в себе что-то изменить, исправить и понять, и это очень тоже помогает, в общем, мне это. И знаешь, я о чем сейчас подумала, что мы с тобой общались, ну, наверное, я не знаю, года 4-5 лет назад в эфире, да, чувствуется такая разительная вот перемена в тебе, и не знаю, что это, возможно, это твои поездки, общение с Джаном в Гат, возможно, время, что-то повлияло на тебя, но очень-очень, во-первых, ты выглядишь прекрасно, ты вот в форме, ты стройная, худенькая, помолодевшая, так что я желаю тебе удачи, оставайся всегда вот в таком же, в таком же духе, в таком же виде внешнем, ну и... Субтитры создавал DimaTorzok